Всем привет, я Олечка, и сегодня будет видео о... Работа обычная? Не совсем. Именно так я себе представляю сантехнику. Итак, смотри видео до конца, и сегодня будет подведение итогов прошлых конкурсов и новый конкурс. Продолжение следует... Если честно, сантехника для меня оказалась самым сложным из того, что я делала, поэтому я закупила нормальный инструмент, которым я буду долго работать, и не только эту сантехнику делать, но еще и пригодится на мои будущие планы. Вы говорите, что я неэкономна, но это не так. Экономить можно и покупая, особенно с кэшбэк-сервисом Литишопс. Кто не знает, Литишопс это сервис, который позволяет вернуть часть денег с каждой интернет-покупки и экономить. Все очень просто, вы делаете покупку через Литишопс в магазинах, а магазины платят Литишопсу за привлечение клиентов. А Литишопс делится деньгами с вами. Деньги можно вернуть в более чем тысячи магазинов с различными товарами. А чтобы не упустить такую возможность, рекомендую установить расширение для браузера от Литишопс, которое автоматически напомнит о возможностях активации кэшбэка. Сама пользуюсь и рекомендую. А главное, всем моим подписчикам премиум аккаунт в подарок. Все ссылки в описании. Инструмент я выбрала Книпикс. Сразу скажу, что это инструмент для профессионалов. Если вы работаете дома или вам нужно буквально на один раз делать сантехнику, то советую купить более дешевые аналоги, как НВС или Крафт Тул. Почему же я выбрала Книпикс? Я уже говорила, что работа по моему дому будет рассчитана не на один год, а на много. Поэтому инструментом я буду пользоваться долго. Из этого расчета я его и брала, и не пожалела. Также мне очень нравится то, что именно этим инструментом легко работать. А я девушка, силы у меня немного. Мужики, конечно, скажут, что сантехнику можно сделать обычным газовым ключом, но у меня на это силушки нет такой. Использовать я буду вот такие переставные клещи и новиночку. Вот такие клещи с изогнутыми ручками для труднодоступных мест. А также я купила труборез от Книпикс. У него система значительно отличается от обычного трубореза, который я до этого приобретала. Ну, разницу я вам покажу наглядно. Посмотрите на разницу между обычными клещами и клещами с изогнутой ручкой. А это маленькая кобра, которая аж на 7 сантиметров развегает свои челюсти. И по длине менее 20. Переставные клещи очень легко регулируются и берут диаметр до 50 миллиметров. Довольно узкие, хороши для труднодоступных мест. Клещи с изогнутыми ручками берут диаметр чуть меньше 50 миллиметров. А теперь труборезы. Крафтулам невозможно работать одной рукой. Их надо постоянно разводить двумя руками. Книпикс же создан для одной руки, благодаря уникальной системе разведения ножа. Также прикольно реализованы вот эти подвижные губы, которые подстраиваются под диаметр трубы, расширяя площадку, а значит делая рез более прямым. Сейчас видна разница между площадками. Крафтол тоже режет хорошо, но надо быть более внимательным и следить за углом реза. Также у меня в помощь есть вот такой разводной ключ. Его преимущество это большой диаметр захвата и очень узкие губки. И почему же Книпикс так дорого стоит? Ну, во-первых, это чисто немецкое производство. Во-вторых, это бренд. И уважающий себя мастер с таким инструментом будет уважать тебя еще больше. Поверьте, когда берешь вот такой ключик за 3 800 или вот такой за 4 800 или труборез за 8 500, сразу начинаю по-другому к нему относиться. Я уже просто так ящик не брошу и не оставлю где-то валяться. А в-третьих, и самое главное, это материал и сборка. Различные дорогие твердые сплавы стали, качественные ручки. А в-четвертых, инженеры на пределе возможностей используют физику рычагов для максимально сильного хвата, что очень важно при работе. Демс говорит, качество подтверждаю. Я все попробовала на вкус, приятно. Ну а теперь маленькое испытание переставных клещей. Чем сильнее на них нажимаешь, тем сильнее они схватят. И вот и решила проверить своим весом. Даже прыгать можно. Напишите в комментариях, о каком из этих инструментов вы бы хотели, чтобы я сняла более подробный обзор. Конечно, это будет после того, как я уже сделаю сантехнику и пойму все его плюсы и минусы. А сейчас приступим к пайке полипропилена. Я это буду делать в первый раз в жизни. И вы увидите сразу же все мои ошибки. И сможете мне подсказать в комментариях какие-нибудь приятные фишечки. Поехали! И вот мой сварочный аппарат. В комплекте много всего. Если будет интересно, сделаю на него обзор. Пишите в комментариях. Мне нужна насадка на 20-ю трубу. В комплекте есть ключ, но закручивалась и так. Включаю его и выставляю на 260 градусов. По инструкции смотрю время нагрева, соединения и охлаждения. Замеряю глубину, насколько войдет труба в фитинг и отмечаю, чтобы все верно сделать. Для тренировок бери прямой фитинг, чтобы увидеть свое качество пайки. Убираю волосы, а то потом ругаться будете. В комплекте вот такие перчатки, но возьму свои. Вставлять надо усилием руки, а не кручением. Хотя так было бы проще, но это неверно. Держу 5 секунд. И без кручения соединяю. У меня есть 4 секунды, чтобы выровнять все. Охлаждаться пластик будет 2 минуты. Ну на первый раз неплохо. Припалила перчатки и забыла самое важное. Обезжирить поверхности соединения. Держите ровно столько, сколько написано в инструкции к вашему аппарату. Не слушайте, что говорят другие. А то на ютубе половина говорит, что 15 секунд надо держать. А потом они удивляются, почему плохой напор в трубах. Причем это профи. Одену желтенькие изоленей кожи. Сейчас буду паять идеальный квадрат. Разрезаю 4 ровные части. Обезжириваю. Размечаю, докуда паять. И соединяю. Субтитры создавал DimaTorzok Только в ходе работы я поняла, что квадрат мне не сделать. И тут на помощь синяя изолента. А тут тоже косяк. Не до конца завела трубу в фитинг. Изолента поможет. Подведем итоги. С таким, конечно, результатом далеко не уедешь. Сейчас буду дальше тренироваться, потому что я все-таки хочу сделать красиво. Я еще поняла одну очень важную вещь. Нужно фиксировать паяльник. Не только здесь, но еще и чтобы он вот так ходуном не ходил. У меня большой вопрос. Все-таки я посмотрела видео различные в интернете, и кто-то обрабатывает обезжиривателем, кто-то нет. Как правильно? И на самом ли деле, как вы делаете? Сантехники, отзовитесь, скажите и напишите в комментариях. А теперь итоги конкурса по розыгрышу Милоки. Победителем на лучшее название моего измерительного прибора стали вот эти три человека. Кто первый мне напишет сообщение ВКонтакте со своими фамилиями, отчества и контактными данными, и адресом, и индексом полной информации для отправки Милки, тот ее и выиграет. А теперь результат конкурса по эйрбоксам. Результаты конкурса по клапанам эйрбокс я подводила в прямом эфире в инстаграме. Победителя выбрала случайным образом, и им стал Марат Алиев. Ура-ура! Для начала я хочу сказать, что вы, наверное, заметили при обзоре инструмента, что было два вот таких ключика. Это не просто так. У вас еще есть возможность до Нового года отправить мне видео про своего ай-козла, и тогда вы сможете выиграть вот этот главный приз. А сейчас розыгрыш вот этой кобры от Книпикс. Вы ее видели в начале ролика. Опять же, конкурс очень простой. Хэштег «Хочу Книпикс». Размещайте репост этого видео. Хэштег «Хочу Книпикс». И ссылочку на этот пост ВКонтакте в комментарии под этим видео. Очень многие совершали ошибку в предыдущем конкурсе, они не писали комментарий под видео. Пишите, читайте условия и выигрывайте. Удачи в конкурсе! И на этом все. Я всех люблю. Всем пока-пока. И помните, еще на следующей неделе будет два видео про шуруповерты. Продолжаю выбивать для вас подарочки. А вообще, самый лучший инструмент — это универсальный труборез ZEMS 3000.